Возможно, если открыть мой инстаграм, можно сказать, что я какая-то высокомерная тварь. Твой успех — это недоработка конкурентов. Деньги идут на деньги. Чем больше ты тратишь, тем больше ты получаешь. Подожди, вот видишь, ты настолько хитрый человек. Тего лишь у меня опыт в открытии ресторана, всего лишь художественная школа. Одна бровь на пятки, другая за ухо. Так, скорость та, иголка та, машинка та, что? Мне стыдно, что я это делала. Как с этим жить потом? Вспросы, которые ты задаешь, они реально вот прям боль. Сколько мастеру нужно иметь в пуле постоянных возвращающихся людей, чтобы он себя чувствовал хорошо? Что такое перманентный макияж? Это подложка под основной макияж. Чем мы дальше на МКАДа, чем страшнее на остановках я вижу брови. А стоит ли делать скидки? Налоговая вошла в чат. Приветствую вас, дорогие мастера перманентного макияжа. У нас сегодня просто столько пользы, сколько не было еще ни в одном подкасте о перманентном макияже во всей галактике. Ох, масштабно, спасибо. Мы поговорим о том, как прийти к результату. Топ-100 лучших мастеров России, заработок, успех, популярность. Это все, что ты хочешь от профессии, Юля? Нет. Еще больше? Нет, конечно. Нет предела совершенства, так сказать. Поэтому границы расширяем с каждым днем, даже так. Интересный момент того, что сейчас время очень быстрое. Время быстрых результатов. И вот когда даже говорят про какого-то молодого исполнителя, говорят, да вот он взлетел там за месяц. Расскажи, пожалуйста, вот какой сейчас результат у тебя? Ну, похвастайся на цифры, цифры у нас. Фактурочка. Материться можно? Я не знаю. Запикаем. Ну, ладно, давайте пойдем по культурной стороне. Результат шикарный, я бы его назвала так. Или мне еще нравится это слово «роскошный». Потому что за очень длительный, ну, относительно длительный срок многие мастера не могут добиться определенного результата, потому что они, первые, не верят в себя, не верят в то, что делают, то есть в качество своих работ. И, наверное, очень мало вкладывают в свое развитие именно касательно по материальному моменту, по временному. И все в совокупности это дает определенный результат. А что именно? Разберем, сейчас все расскажу. Хорошо. Ну, вот у нас мерило дохода, скажем так, деньги, мерило успеха. Это, конечно же, награды и вот какие-то названия, там, регалии, топ-100 мастеров. Но чем ты больше всего гордишься? То есть количество клиентов, что ты собираешь или медальки собираешь с конференцией? Ну, смотри, здесь тоже несколько вариантов пути успеха, скажем так. Кто-то идет к успеху через чемпионаты, занимая первые места, становясь лучшим и из года в год доказывая себе и своей аудитории, что ты крутой мастер, у тебя офигенные работы, ты можешь круто справиться с любой поставленной задачей именно в перманенте. Кто-то идет через спикерство, то есть тоже очень крутой путь, когда ты любишь болтать, грамотно можешь изложить любую вообще ситуацию, скажем так. Неважно, это связано с перманентом или вообще по жизни, да, просто ты грамотный человек, интересно вещаешь, и с тобой просто круто общаться, как с собеседником. И, конечно же, таких людей интересно слушать. И таких людей будут приглашать на всевозможные чемпионаты, конгрессы, выступать. Можно так пойти к успеху. Третий путь – это отсутствие полной чемпионатов и конгрессов и просто работа в удовольствии именно с клиентами. Возможно, это обучение. Хотя я считаю, что если учиться именно в перманенте, да, то все-таки хочется, чтобы твой наставник, он был подкованным в чемпионатах, в спикерстве, в судействе и так далее, чтобы это была какая-то известная все-таки личность, с которой интересно общаться, которая может тебе рассказать всевозможные, рассказать всевозможные именно стороны перманента. Не только качество твоей работы, да, но и какие-то интересные фишки, что вообще связано с перманентом. У нас сейчас смотрят мастера, которые только вступают на этот тонкий лед перманентного макияжа. Какой у нас получается пул, вилка, заработка сейчас мастера? Сколько мастер сейчас может зарабатывать? Ты достаточно медийный мастер с регалиями. Ты можешь сказать о том, ну ты же сказал что-то, и не стесняешься. По суммам пройдемся. Да, но у нас каверные вопросы, потому что я сейчас не хочу включать Дудя, но все-таки как бы вот мы пока говорим про перманент, путь, говорить со сцены, но нас смотрит обычный мастер, вот он, допустим, только хочет вступить. Ну так и я тоже обычный мастер. Была. Ну почему же нет и сейчас? И сейчас обычный мастер. Абсолютно. Я считаю, что хуже высокомерного, зазвездившегося человека, ну, в перманенте я ничего не могу сказать, потому что очень неприятно общаться, очень неприятно смотреть на людей, которые считают себя выше других. Всегда нужно оставаться простым человеком. Я сейчас не накидываю лавры и не хочу сказать, я такая думая. Человек, который только что говорил, есть мастера, которые там много лет. Нет, понимаешь, Саш, здесь очень тонкая грань. Возможно, если открыть мой инстаграм, можно сказать, что я какая-то высокомерная тварь, но это не так. Потому что когда люди приходят ко мне, начинают со мной общаться, они видят, что я простой человек, что я невысокомерная, что материально это важно, но это не самое главное в жизни. Круто, когда ты классно зарабатываешь, и к этому можно прийти, и для этого есть определенные рычаги. То есть невозможно просто прийти и сказать, Юль, что надо сделать для того, чтобы заработать? Я такая тебе раз, разложила все, и ты пошла, заработала миллион. Нет, это огромный труд. Я в профессии всего лишь два с половиной года. Два с половиной – это очень маленький срок, потому что на сегодняшний день я выступаю на одной сцене с такими мастерами, которые 20 лет, 10 лет, а это долго, шли к этому результату. И год назад мне было некомфортно, потому что я сама себя недооценивала. Я считала, что, блин, ну вот как они так столько лет работали, да? Вот Юта такая пришла, Юля на сцену меня пригласили, я тут выступаю. Мне было не по кайфу, я знаю, что меня обсуждали, я знаю, что и на сегодняшний день есть такие мастера, которые много лет работают, на меня смотрят вот так и думают, что два года она там что-то. Гран-при, у нее же нет гран-при. Ну и что, что у меня нет гран-при? У меня гран-при нет, зато у меня есть мастера, которых я готовила к чемпионату, и они занимают первые места. И я считаю, что это круче, чем самому взять гран-при. Это круче, когда ты можешь научить кого-то, кто может прийти к определенному результату. Согласен со мной? Я понимаю. Давай так, ты очень сильно уходишь вперед, потому что у тебя сейчас определенная высота, высота полета, и ты смотришь на мир перманентного макияжа со своей высоты полета. Вот нас смотрит человек, который еще только собирается играть в эту игру перманентный макияж. Как ты думаешь, что наши зрители, прежде всего, как ты считаешь? Ну, начинающие мастера. Начинающие мастера, конечно же. Ты говоришь, вот есть рычаги, на которые стоит давить, чтобы добиться успеха. Расскажи о том, вот через свой личный опыт, куда ты давила, что являлась максимально правильная точка приложения усилий. Ну, я скажу банальную вещь, но без нее никак. Однозначно нужно себя уважать, нужно верить в себя, и нужно верить в то, что ты делаешь. Потому что я сейчас смотрю на свои работы. Господи, мои дорогие клиенты, кто был у меня два с половиной года назад, простите меня за то, что я с вами делала, потому что это очень страшно. Они были очень некрасивые, мягко говоря. А люди приходили ко мне, Юль, ну так классно, так красиво. Мы прям болтали с клиентами, мы разговаривали. Это было не просто человек пришел, получил процедуру и ушел. Человек пришел, мы с ним поболтали, поговорили, поулыбались. Не потому что я лицемерная. Нет, мне просто реально хотелось, чтобы у меня получилось, чтобы человек ушел и привел ко мне еще людей. И это реально работает. Кто бы что ни говорил, но сарафанное радио, это одно из лучших рекламных вообще направляющих, однозначно. Это раз. Вера в себя, в свою работу, в то, что ты делаешь. Так, я сразу вклинюсь. Вопрос в том, что какой-то человек, который совершенно не умеет, допустим, там, рисовать брови в перманенте, он может принести столько зла, но с добрым сердцем. Ну вот ты сейчас говоришь, простите меня, пожалуйста, дорогие люди. А это страх наших дорогих зрителей, которые думают, так, сейчас возьму, нарисую человеку брови, нарисую ему губы, и он потом будет с этим ходить. А ты как мастер растешь, и ты видишь, как бы... Отвечу на твой вопрос. Смотри, не могу похвастаться идеальной базой, буду откровенно. Не хочу никого обидеть, но дать хорошую базу может не каждый преподаватель. И когда вы выбираете, куда вы пойдете учиться, подойдите к этому моменту осознанно. Выберите мастера компетентного, который недавно в профессии, потому что многие скажут, нужно выбирать мастера с опытом. Нет, ребят, человек может быть в профессии 10 лет, и из 10 лет работать всего лишь 2 года, если каждый день сложить и отработать каждого клиента. Это будет 2 года из выжимки 10. А кто-то работает 3 года, как я, и у него в день по 5-6 человек и боли, и занятость просто не выдохнуть. Вот в этом различие опыта и стажа. Мы должны делать выжимку не из общего срока, а из короткого и на каждый день. Это раз. Нужно выбрать хорошего мастера, чтобы не бояться, что ты потом будешь хреново делать свою работу. Я отучилась и сразу через... Вот я отучилась в марте, и сразу в этом же месяце, в конце месяца марта, я уже пошла выступать спикером, потому что я после своей базы открыла прекрасный YouTube-канал. Ханнафи тоже там был, естественно, конечно же, потому что будем откровенны по перманентному макияжу. Канал наш, Ханнафи, он лидер является по просмотрам и по советам для начинающих мастеров. Для меня это было просто что-то. Я смотрела YouTube Ханнафи, думала, вот круто, а! Такие там мастера классные, так они... Как они туда попали, интересно? Я даже подумать не могла, что через год я уже буду на этом канале рассказывать, как надо что делать. И это всё реально, это всё возможно, потому что кто-то вечерами ходил гулять, а я вечерами сидела и штриховала, потому что мне надо было научиться, у меня не было выбора. Начался коронавирус, и просто, ну, хочешь не хочешь, я ведь ушла полностью в сферу деятельности из банка работы на себя. Я думала, что круто, сейчас работа попрёт, сейчас как начну заниматься вообще всем этим мероприятием. И к моему огромному желанию так и случилось, потому что было много работы, я работала за копеечки первоначально, но оно того стоило. Это тоже важный момент. Вот важный момент. Мы берём людей, которым говорим, что мы начинающий мастер, и берём модели бесплатно, либо мы начинаем уже брать какую-то стоимость. Бесплатно никогда работать нельзя, потому что денежный поток, он должен всё-таки монетизироваться. Деньги идут на деньги. Вот это глупо будет звучать, но чем больше ты тратишь, тем больше ты получаешь. Это реально факт. Когда я экономила, у меня денег практически не было. У меня были долги. Сейчас, кроме, наверное, ипотек, у меня долгов нет. Ну, ипотека — это просто вспомогательный момент. Чтобы я заняла у кого-то деньги, я ни у кого не занимаю. У меня есть волшебная заметочка, называется «Финансы». И там у меня расписано, кто мне сколько должен. И, к счастью, этот список постоянно пополняется и уменьшается, да, сверху вниз. Но я деньги не занимаю сейчас. А раньше занимала до перманента. Занимала людям. Занимала у людей. А сейчас занимаю людям. Хорошо, хорошо. А это какой-нибудь момент, вот с точки зрения денежной энергии. Стоит ли вообще занимать людям деньги? Я знаю, что ты скажешь, потому что... Я не знаю, что ты знаешь. Я знала, что ты задашь этот вопрос, потому что многие говорят, что с точки зрения кармы, когда ты отдаёшь деньги людям, да, ты даёшь им деньги, они берут чужие, отдают свои. И это негативная энергия, потому что они не хотят отдавать деньги. И где-то в подсознании... Серьёзно, есть такая психологическая движуха, что где-то в подсознании человек думает, вот бы с ним что-то случилось, да, мне не пришлось отдавать эти деньги. Я этого не чувствую. Я серьёзно говорю, когда я начала занимать денежку, они у меня действительно начали как-то больше работать. И этот момент, он очень важный. Лучше самому не занимать, лучше давать, знаешь, как говорится. Так, вернёмся. Давай, перманет. Во-первых, банковская сфера. Покинуть банковский стул, офис тёплый, замечательный офис с кондиционером, стаканчиком. Прекрасный. У меня был непростой офис, я работала в привилегии, то есть закрытый двухэтажный офис. Там были у нас клиенты привилегированного вип-сегмента, да. Такое было хорошее местечко, но эмоционально очень затратно. Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, мы тоже работаем в перманенте с клиентами. Конечно. И там девушки, они всё-таки в банковской сфере, ты можешь сказать, вот смотри, дорогая, вот договор, здесь мы вам заняли, здесь вы нам отдали. Всё чётко, регламентировано. А здесь у нас творчество. У меня тоже всё чётко регламентировано. То есть мы тебе вот бровь нарисуем такую. Конечно. Всё, вот эта документация, ожидание клиента. Смотри, объясню. Я всегда учу своих учеников следующим образом. Ты должен себя обезопасить. Это тоже очень важно. Всегда мы даём клиенту договор. Каждому клиенту договор, в котором прописаны все моменты с точки зрения юридического аспекта. То есть затем все противопоказания, все аллергические моменты клиент всё прописывает в отношении себя, естественно. Отдаёт нам документик, документик остаётся у нас. Когда мы работаем с клиентом, мы с ним согласовываем форму, которую он хочет. Мы согласовываем цвет, который он хочет. Мы предупреждаем, что у нас нет варианта, что это будет один в один 100% цвет, который ты выбрал. И каждый клиент предупрежён. То есть абсолютно. У меня за всю историю, наверное, было, ну, честно сказать, клиента три недовольных. И в какой-то степени где-то, может быть, я виновата, что всё-таки не удовлетворила потребности клиента на 100%. А с другой стороны, я понимаю, что я не могу на 100% удовлетворить, потому что это организм. Как заживёт пигмент, мы не можем быть уверены на 100%. И всегда есть маленькая погрешность того, что что-то отойдёт от ожиданий. Ну, естественно, не одна бровь на пятке, другая за ухом. Всё должно быть в рамках приличия, скажем так. Но мы работаем в такой сфере, где мы, получается, травмируем кожу. Конечно. И вот девушки такие существа, что они могут сегодня так решить, завтра решить по-другому. Ну, к примеру, там, девушки подруга рекомендует, да ты себе сделай, там, перманент. Ну, к примеру. И она попадает вот к начинающему мастеру. Я сейчас хочу поговорить со стороны только именно зрителя, да, который ещё боится, у неё рука ещё не набита. И вот под влиянием подруги она делает это себе перманент. Утром просыпается, а ты сделала, поскольку мастер начинающий, не самую лучшую работу. Как здесь вот... Это же страх. Как его здесь преодолеть? Опять же, расскажи не мне, а вот нашим девушкам, которые смотрят. Когда человек начинает в этой профессии, конечно, первоначально будут погрешности, некачественных работ, как бы мы ни хотели. Я шучу очень часто на эту тему, говорю, дорогие мои, не делайте родственникам, не делайте друзьям, вам их ещё видеть и жить с ними. Это шутка, конечно же, нет. Делайте, старайтесь. И здесь такой момент, что нужно, наверное, начинать работать на менее агрессивных пигментах. Ну, да, пойдём с профессиональной точки зрения. То есть мы не можем в начале пути взять, схватиться сразу, если мы боимся, да. Это я говорю не про смелых мастеров, таких как я, которых сейчас я наклепаю. Подожди, но у тебя же это был результат, извини, что вклеиваюсь. Конечно. Был момент клиента, да, когда вот новичок, рисуешь ему, профессиональными, сильными пигментами, и они потом остаются, и ты потом говоришь, что мне стыдно, что я это делала. Вот, как с этим жить потом? Ну, чё, не знаю, пойти грехи отпустить. Ну, хорошо, хорошо, ладно. Слушай, ну, понимаешь, многие мастера, не многие, все, я уверена, сейчас будут смотреть интервью и мастера-профессионалы, и новички, кто угодно, вот кого угодно позови. И у них будет проплывать короче. У каждого, просто мастера, у каждого есть свои кривые работы, которые он запорол и закосячил. Бывает так, у меня вообще была ситуация на сцене, понимаешь, это вообще вспомнить просто стрёмно. Значит, на сцене положили модель, тут камера, прямо на неё огромная стена, вот это вот всё, да, монитор, сюда монитор, туда монитор, я тут такая сижу, сейчас буду делать на сцене брови. Начинаю делать первый штрих, второй кровь, кровь. Я думаю, господи, что не так, я же делаю всё так, скорость та, иголка та, машинка та, что? Модель не та, понимаешь? У неё кожа тонкая, у неё сосудики, капиллярчики рядом, а у меня работа показательная. Если я сейчас начну агрессивно работать, я буду нормально работать, но это будет выглядеть, как будто я работаю не в том слое кожи, не на той скорости, не той машинкой, и вообще в целом, ну как бы руки не с того места. Ну что, пришлось перестраиваться, охоту меняем, меньше ставим, работаю поверхностно, дольше работала, чем обычно, но результат был крутой. Ни одной засады, всё классно, здорово сделала, но это я знаю сейчас. А если бы это было два года назад, я бы просто ей вот так вот всё это прошла, там была бы жесть, там были бы засады, кровоточила бы и так далее. Понимаешь? Хочешь, не хочешь, но методом проб и ошибок мы можем научиться. Ведь когда мы идём в школу и начинаем писать, рисовать, у нас же идеально всё не получается. Вот ты проводишь интервью, у тебя идеально первое интервью пошло, второе. Ну конечно, нет, ни у кого не получается. Стол кто-то делал, первый сделал кривой, косой, а вот пятый уже нормальный. Важный момент, чтобы у тебя был хороший, вернусь, наставник, чтобы ты хорошо прошёл базу. Саша, у меня девочки, которые отучились год назад, я до сих пор им отвечаю. У меня нет такого, что я скажу, да ну как бы и хрен с тобой, отучилась, деньги заплатила, а дальше приходи на повышение квалификации, заплати мне 40 тысяч. Да, с точки бизнеса это не очень круто, потому что я знаю, что есть мастера, которые строят свой бизнес следующим образом. Они дают что-то на базе, что-то дают на повышение и идут дальше по нарастающей, и у них есть методички, методичка базы, методичка повышения. Да, это классно. Возможно, когда-нибудь я стану более хитрой и более злой, но я не хочу, чтобы это со мной случилось, и мне хочется всё-таки давать максимум на базе. Человек всё равно не запомнит всё, что ты ему даёшь. У меня есть девочки, которые приходят второй раз, третий раз, и они говорят, а вот тут вот я уже по-другому вижу. И она ведь тоже опыта набирается, и когда мы фильм смотрим, 25 кадр, мы видим фильм сначала в одной картинке, смотрим его через два года с другим осознанием, увидим его уже по-другому, здесь то же самое. Важно, чтобы тебе помогал твой учитель, которого ты прошёл базу. Не нужно идти к человеку, который тебя кинет, иди учись плавать сам. Нет. Мне никто не помогал. Подсказывали, да, где-то что-то подсказывали, но чтобы вот так за ручку вести, меня никто не вёл. Я всё набивала свои ошибки сама. И теперь, и в чемпионате, когда я участвовала, почему у меня нет гран-при, потому что меня никто не готовил к этому гран-при, к этому чемпионату меня никто не готовил. Я сама пошла, пять номинаций в интерперманенте взяла, такая, с таким настроем шла. Да, я не взяла победных мест, гран-при не взяла, но я взяла больше. Меня заметили, меня начали приглашать, мне начали взывать на чемпионаты, на конгрессы, выступать, потом вообще в судейство каким-то волшебным образом будете, у вас классная работа, у вас есть ученики, вы молодец, давайте так круто выступаете. Я пошла по другому пути. Вот, это тоже имеет место быть. Как думаешь, какой ещё страх есть у зрителя, который нас смотрит сейчас? Вот, если мы говорим про мастера, перманентного макияжа, ну, помимо того, что это сложная профессия, вот, страх поиска клиентов, да, то есть, конечно, это самый большой страх, где я буду брать клиентов? А конкуренцию, вот рынок перманента сейчас в России, насколько вот его масштабы, насколько его насыщенность мастерами, уровень общий, оценка, так сказать, судящая? Знаешь, я всегда, вот эти вопросы, которые ты задаешь, они реально вот прям боль, потому что многие мастера, которые начинают свой путь, они у меня спрашивают, где мне взять клиентов? Ну вот, а конкуренция? Ну, ответ очевиден, ну, он же реально очевиден, вот мы сейчас тоже, да, вот здесь находимся, у нас стоят разные камеры, разные микрофоны, микрофонов же несколько брендов, их много, света много, студии много, но почему-то мы сидим в этой. Я считаю, что если у тебя в начале пути возникает вопрос о конкуренции, ты можешь, ну, просто сразу не идти, ничего не делать, закрыться в комнате и сидеть там, у тебя тогда ничего нигде не получится, потому что куда бы ты ни пошел, везде будет конкуренция, неважно, работаешь ты в банке, там тоже, Саша, конкуренция, чтобы стать лучшим сотрудником, я летела в Дубай от ВТБ как лучший сотрудник, потому что у меня были большие продажи и там была нереальная конкуренция, понимаешь, сколько сотрудников в банке и взяли только 40 человек, прикинь, вот здесь то же самое, очень много мастеров, но для того, чтобы тебе стать одним из лучших, нужно поверить в себя, нужно отточить свое, нужно поверить в себя, давай вот все-таки, да, а то мы воду льем, давай вот что нужно, давай что нужно, что нужно, чтобы были, что клиенты или чтобы сложилась профессия мастера перманентного макияжа? Одно вытекает из другого, если ты хочешь, чтобы к тебе приходили состоятельные клиенты, медийные клиенты, а это важно, без состоятельных клиентов у тебя не будет денег, без медийных клиентов у тебя будет реклама, но не такая масштабная, как с медийными клиентами, правильно? Потому что ко мне очень часто приходят блогеры известные, московские, краснодарские, какие-то заграничные, потому что это важно, это реклама, и это все-таки люди, которым страшно делать, потому что, ну ты же понимаешь, как хорошая реклама, так и негативная, она очень быстро разлетается, ты можешь сделать хорошо свою услугу, а вот этот вот медийный клиент, ну вот он не в настроении, и вот сегодня ему не понравилось, то, что ты ему сделал, а ты сделал круто, и он тебя так, там просто материться нельзя, я помню, ну в общем, нехорошо тебе скажут, что у тебя будет негативная составляющая твоей профессии, поэтому здесь тоже нужно очень аккуратно работать с данными клиентами, и зачастую можно не идеально выполнить свою работу, но подача, как ты общаешься с этим клиентом, как ты к нему относишься, я повторюсь, работы должны быть крутыми и качественными с точки зрения технического задания, когда ты участвуешь в чемпионате, и когда ты выполняешь работы для соцсетей, не в формате подачи фото, которые отретушировали, потому что у нас зайдешь в инстаграм просто и думаешь, да я вообще ничего не умею, тут все такие крутые идеальные работы, а на самом деле это просто фотошоп и мастер рукожоп ничего не может делать, а с точки зрения видео, подачи видео формата, если у мастера есть на странице видео, и он не боится их показать, я такого мастера уважаю, но я знаю, к сожалению, мастеров, которые не показывают свою видеоработу, показывают только зафотошопленные ретушером работы, это очень, конечно, плохо. Мы говорим про мастера, который идет покорять сферу перманентного макияжа, и у него есть страх не найти своего клиента, и, конечно, нам о клиентах говорит человек, который летал от банка ВТБ по продажам, то есть у тебя есть бэкграунд в продажах, а вот обычный человек, во-первых, у него может быть страх называть достойную стоимость за свои услуги. Как вообще правильно посчитать математику? Однозначно, себестоимость нашей процедуры, не секрет, она невелика, она невелика на потоке, и она невелика, если брать с базы, отталкиваясь, да, вот тебе нужно отучиться, закупить какой-то инвентарь, и, естественно, снять студию. В целом, это не такие масштабные затраты, и очень большой процент населения может начать заниматься перманентом. Обесценивать свой труд очень не хочется. К сожалению, в России мастера перманента зарабатывают не так много, как за границей. Мне есть с чем сравнить, потому что, вот элементарно, я сейчас лечу в Германию, мы собрали мастер-класс, 2000 долларов один день для одного человека будет стоить мой мастер-класс. Ну, давай так, Германия изначально это Евросоюз, и там повыше стоимость и на бензин, там бензин стоит дороже. Конечно, конечно. Поэтому мы понимаем, почему такая разница. И в целом, вообще, как у них отношение вот к самому мастеру? Просто у нас, получается, по-моему, вход в индустрию проще, или у них это тоже зарегулировано? У них, конечно же, все гораздо сложнее, чем у нас, потому что вот мы сейчас с организатором общаемся, и у нее есть определенные моменты. У меня есть ученики из Германии, из Дюссельдорфа, вот буквально два дня назад тоже была девочка из Германии, из Берлина. Ей, чтобы начать сейчас работать, ей нужно какие-то бумажки подписать, что-то куда-то пойти, где-то на какой-то учет встать. У нас, конечно, проще. Открыл себе самозанятость и в путь дорогу. Работать. хорошо или нет? Вот есть, должен ли быть в перманенте регулятор? Конечно, хорошо. Хорошо. Я всегда с точки зрения смотрю людей, которые хотят быть свободны от руководителей и начальников, потому что я никогда не работала на себя. Это мой первый опыт, и он оказался успешным, слава богу. Я всю жизнь работала на кого-то. У меня были свои успехи в каждой сфере деятельности. Я была заместителем директора сети ресторанов, мы открывали два ресторана. У меня три высших образования. Художественные, кстати, тоже есть. Ну вот, подожди, вот видишь, ты настолько хитрый человек. Не начала рассказывать. Да-да-да. Просто говоришь, я пришла в профессию, там, опыт в продажах всего лишь, всего лишь у меня опыт в открытии ресторанов, всего лишь художественная школа. Есть бэкграунд, на который мы посадили твое желание прийти в профессию? Конечно. Мне кажется, с таким, понимаешь, бэкграундом можно заниматься хоть щебнем, я не знаю. Ну, Саш, нет. Нет? Нет. Я считаю, что это не так, потому что у меня есть примеры моих учеников, которые маленькие возрастом, я буду постарше, да, мне не стыдно сказать, сколько мне лет, мне 32. Да, 32 года. И в свои 32 я всегда стараюсь себя немножко поругать. Вот мне бы хотелось больше. Вот я думала тогда, в 20 лет, что в 32 я буду какой-то тетей, у меня будет 5 детей, там, ну, я буду прям по-другому мыслить, ничего не поменялось. Вот у меня такое чувство, что мне 20, и я рассуждаю так же с точки зрения какого-то ребенка. Ну, в плане именно, я не стала злая, я не стала какая-то серьезная тетка, я люблю пошутить, посмеяться, но в то же время мой возраст, он мне дает серьезность какую-то и понимание ситуации, как нужно жить в данной профессии, потому что у меня был определенный опыт в других профессиях, и он друг на друга накладывается. Но будем откровенны, ведь у каждого он есть. У меня он такой, у кого-то он другой. Когда ты идешь в профессию в 20 лет, тебе, может быть, будет сложнее немножко, потому что у тебя не было жизненного опыта, такого, как у меня. Но я так разочарована и расстроена, потому что я не пришла раньше. Если бы я пришла раньше в профессию, блин, ну, уже бы студии 10, наверное, открыла, вот прям вот чувствую. Очень мне, конечно, жалко. Но у меня был другой опыт, который мне дал возможность развиться очень быстро за два с половиной года. Хорошо. У нас, получается, у мастера есть клиент, который он нашел себе каким-то образом. Какие еще страхи у него могут быть, которые стопорят современного мастера? Мы с тобой обсудили такие важные страхи, как конкуренты, как плохая работа. Но я на них так четко и не ответила, да? Постоянно размыто. Хочется конкретизировать. Давай, давай, мы ждем конкретизировать. Да, потому что я постоянно куда-то убегаю, хочу все охватить. Страх плохой работы присутствует у каждого мастера. Это нормально. Вы настроите себя, пожалуйста, дорогие, сразу на то, что плохие работы будут. Не нужно себя за это корить. Я до сих пор не удаляю, если спуститься вниз в инстаграм и посмотреть мои работы. Ни одной работы я не удалила. И все кривые, косые, заглубленные, которые сейчас серые и синие, это факт. Они есть. Что я сделала на сегодняшний день? Все мои плохие, естественно, через три месяца, как я получила базу, я себе купила лазер. Потому что я купила, я понимала, что плохие работы будут. И ко мне был большой поток клиентов с плохими работами каких-то других мастеров. И их нужно было удалять и заново делать. Это дополнительный доход. Кстати, обязательно приобретайте себе лазер, ремовер. Вы должны уметь корректировать свою работу. И чужую. И чужую, однозначно. У меня на базе в подарок идет обучение на лазере и обучение на ремовере. Однозначно. И сертификат я выдаю, чтобы девчонки сразу могли приступить. Что я сделала? На сегодняшний день почему у меня нет недовольных клиентов? Практически, однозначно. За всех говорить не буду. Какие-то, конечно же, есть. Но их маленький остаток, потому что я предлагаю клиентам, которые были два с половиной года назад у меня, когда я только ручку набивала, которые приходили по две тысячи рублей, по четыре тысячи рублей. Я им говорю, приходите ко мне на лазере, мы вам бесплатно удалим и сделаем рефреш со скидкой в 50%. А стоимость моей процедуры на сегодняшний день это 15 тысяч рублей. То есть получается, что я бесплатно удалила, но тем не менее я все равно заработала на этом клиенте. Понимаешь? И клиенту хорошо, и мне хорошо, и не работаю в минус. И у меня нет недовольных клиентов, потому что я всем делаю сейчас уже хорошие работы, заживчики, полтора года люди ходят, радуются, через полтора года они вернутся. Возвращающиеся клиенты, вот сколько мастеру нужно иметь в пуле постоянных возвращающихся людей, чтобы он себя чувствовал хорошо? Понимаешь, наша сфера деятельности это не маникюр и не макияж. И здесь у нас нет такого, что клиент будет ходить к нам каждые полгода, если только ты не делаешь работу на минералах и запрос клиента Natural. Большинство клиентов от непонимания ситуации, опять же, запрашивают, можно мне поярче и подольше? Это нормальный запрос, человек хочет сделать процедуру и ходить с ней несколько лет. Но мы должны донести до своего клиента, что мы не работаем в татуаже, мы работаем в перманентном макияже. Что такое перманентный макияж? Это подложка под основной макияж, чтобы ты утром встала, взяла кисточку тени и под дымки красивой нанесла аккуратное напыление. А не просто встала и пошла. Нет, так будет первые полгода ты встала и пошла. Потом тебе придется все равно наносить немножко косметику, потому что он будет выходить из кожи. Это идеальный процесс вообще всего перманентного макияжа. Поэтому полгода, год, полтора года это срок, когда должен вернуться клиент. В зависимости от его запроса. И в зависимости от того, естественно, чем ты работаешь. Вот. Поэтому в целом вот так. Мне очень обидно за перманент. Очень обидно, потому что возьмем макияж, возьмем маникюр, педикюр. Чтобы сделать маникюр, педикюр, мы платим 5000 рублей каждый месяц. То есть мы платим 5000 рублей в месяц за маникюр, педикюр, и мы не можем отдать 15000 рублей пусть полгода. За полгода или год, сколько мы будем ходить с перманентом. Но это же обесценивание нашего труда. Это получается, что наша услуга, мы сами за счет демпинга цен среди всех мастеров, которые работают хорошо, но боятся поднять свою стоимость. Мы сами себя загнали в эту ценовую вообще рамку, скажем так. Рынок отвечает тем, что есть авито, есть демпинг, но опять же есть определенные риски. Мастер же может играть на страхах. То есть вот что в качестве стори-теллинга у себя на странице рассказывать о том, что вот человек пошел по авито и вот теперь какой красоты у него невероятные брови, что невозможно смотреть. Авито имеет место быть и я активно, ну то есть моя команда при поиске мастеров, ой господи, при обучении мастеров и при поиске моделей моя команда обращается, конечно же, к авито, потому что на авито все-таки очень много людей, которые хотят взять красиво и подешевле, и эксперименты в том числе. Причем я заметила, что именно вот клиенты с авито они самые такие вот тут посмотреть, там посмотреть, ты, то есть они платят меньше, но хотят больше. Нужно понимание, когда ты в начале пути, вот, ну, элементарно, сейчас у меня классная машина, а когда-то у меня был Nissan March за 200 тысяч рублей, и я круто на нем ездила и думала, вот у меня охеренная машина, как классно, я на ней училась, я ее била, потом я меняла машину и пришла сейчас к классной машине, на которой я езжу, мне ее жалко поцарапать, и я ее обслуживаю в 10 раз дороже, чем ту. Это все элементарно. Просто, понимаешь, почему мои девочки начинают сразу работать? Потому что мы с ними сидим, разговариваем, я говорю, дорогая, начнешь работать, бери по 2000 клиентов, на авито, начинай, набивай руку, постепенно будут улучшаться работы, постепенно будешь набивать ручку, будешь приглашать дальше клиентов с ценником дороже, постепенно сделаешь прайсы, постепенно закупишь еще пигменты, оттенки, все растет. Когда-то эта студия тоже была другой, сейчас мы сидим в классной крутой студии, но начинали же мы не с такой, это все логично. Я не понимаю, почему многие боятся, да чего боятся, надо брать, блин, и делать, но по-другому не получится. Хорошо, твой успех это не доработка конкурентов или то, что ты сама? Нет, ты что, дай бог здоровья конкурентам, вообще, конечно, я только радуюсь за всех, пусть у них все получается, потому что, моя любимая фраза, вот сейчас надо это ее, короче, прям, надо ее прямо увековечить в этом интервью, потому что она реально крутая. Когда ты бежишь среди лузеров, ты прибежишь первым, но ты будешь среди лузеров, а когда ты бежишь среди лучших, ты, возможно, прибежишь вторым, но вторым среди лучших, понимаешь? Я обожаю это высказывание и я всегда его транслирую своим девочкам, кто у меня приходит на обучение, да, потому что, ну, реально, круто, когда у тебя классный результат. Вот я стою на сцене, да, с такими крутыми спикерами, которые кучу тысяч лет, 20 лет Ира Максимова уже работает, я рядом с ней стою, это гордость. Олечка наша, Хана Фида, 16 лет. Паша Сомов, он не так давно в перманенте, но он тоже, кстати, быстро пошел по этой лесенке, потому что выиграл на чемпионате, у него по-другой, он по-другому пошел, я по-другому, он по-другому. И это круто, когда ты стоишь и транслируешь что-то, делишься знаниями с такими важными, и, ну, именно в мире перманента, да, важными людьми. И каждый может этого добиться, если не будет этого бояться. Ну, знаешь, нужно не бояться выглядеть дураком. Вот не нужно бояться. Я иногда могла такую чушь ляпнуть, выступая где-то. И, да, это глупо, но человек запомнит твою глупость в моменте транслирования ее. Когда ты уйдешь, и человек уйдет в другую сторону, все про это забудут. Понимаешь? Ну, если только ты там что-то не накосячишь жесткое, да, я не знаю, ну, слава богу, такого не было, не настолько глупость у меня в голове присутствует. Но каждый из нас может сказать глупость, может сделать какую-то глупость, и это нормально. Мы живем, только учась, к сожалению, в большинстве своем на своих ошибках. И, как говорится, ты выглядишь дураком пять минут, если спросил о том, о чем не знаешь. И ты выглядишь дураком всю жизнь, если ты не задал вопрос и двигаешься по неправильному направлению. Вот, давай про неправильное направление. Вот, максимально сейчас нам нужно структурировать для наших дорогих зрителей вот те ошибки, которые они совершают. Вот ты смотришь, да, то есть ты прошла путь, и ты видишь людей, которые идут, ну, допустим, позади тебя, там, по уровню, по доходу. Вот какие основные вещи являются критическими, фатальными для их профессии? Вот если бы ты говорила, вот, ребята, вот есть вот это вот вещи, которые вы делаете, есть те убеждения, может быть, это какие-то убеждения, что, которые им прям мешают. Может быть, наоборот, они что-то не делают или делают что-то совершенно неправильно. Вот, давай поговорим об этом. Самая большая ошибка, самая большая, это страх. Мы про него сегодня уже поговорили час, понятно, то есть не боимся. Не боимся однозначно. Когда мы начинаем работать, естественно, конечно же, нужно работать хорошо. Твои работы все-таки мало, не бояться, да, и делать непонятную какую-то херню, где потом будут кривые косые, синие брови, там, и так далее. Нужно отточить свою работу, нужно вложиться именно в обучение у хорошего преподавателя. Это два. Хорошо, обучение у хорошего преподавателя, и вот как здесь, ну вот если человек, допустим, с региона, как ему получить максимально быстрый уровень? Вот ты бы сейчас, если где-то начинала, в каком городе? В Москве. Начинала в Москве, но если, допустим, человек смотрит с региона, как ему? Ему стоит бежать в Москву учиться? Да, ну нет, ты что? Нет, конечно. Ну вот как максимально быстро схватить эту основу, базу, и как понять, что ты точно пришел в правильное место? Онлайн — это вообще рабочий формат для перманента? Я считаю, что онлайн — это круто, но онлайн — это больше уже для профессионала, когда ты хочешь просто повысить свою компетентность в определенной зоне. Или же онлайн — это подготовка на базовом курсе, когда ты просто готовишься в онлайн-формате. Или же это подготовка к чемпионату или наставничеству. Но это ни в коем случае никогда не заменит базовый курс. Ехать в Москву — ну нет. Нет, не стоит. Можно? Тут классно можно на Красной Почте погулять. Подожди, знаешь, есть такой момент, как в фотографии. К примеру, у нас подкаст о фотографии, мое прошлое, и мы понимаем, что вот очень хорошо стреляют ребята, которые переезжают к центру притяжения. Вот если это магия колец московских, и, как говорится, чем ближе живешь к кольцу, тем у тебя... Не знаю, у меня квартира за МКАДом в Химках вообще прекрасно сечу. Но мы говорим про профессиональное развитие. У тебя есть определенная тусовка, определенная энергетика, та красота, та эстетика, которую ты впитываешь. Что я хочу заметить? Что все-таки перманентный макияж, чем мы дальше от МКАДа, то как бы чем страшнее на остановках я вижу брови. Ну, Саш, мы сейчас опять с тобой возвращаемся, возвращаемся к вопросу о том, что везде есть и некрасивые брови, и некрасивый макияж, и некрасивый маникюр. Здесь нужно понять, чего вообще ты хочешь. Если ты готов вложиться в свою направляющую, куда ты идешь, в любом деле, не важно, что это будет, пусть это будет банк, там не нужно ничего делать в плане материальных затрат, но отнюдь нужно хорошо выглядеть, нужно грамотно общаться, нужно читать побольше, чтобы общаться с клиентом. Здесь то же самое. Нет такого, что я сейчас скажу, блин, ребят, переезжайте в Москву, живите в центре, и все у вас пойдет круто. Но это немножко... И говоришь про базу, ты говоришь про тот фундамент, который мы должны сформировать. И вот есть, к примеру, хирургия, и есть какие-то, допустим, университеты, юриспруденции, да, допустим. И люди часто едут с региона в Москву, чтобы здесь получить знания от наиболее нагретого источника. Они сюда едут не просто, чтобы поучиться в этом университете, потому что он крутой. Как правило, наше образование, это не о юриспруденции. Вот математика, мы ее учили, она нам пригодилась, ну, у нас есть калькуляторы, будем откровенны, что все вот эти гипотенузы и так далее, оно нам особо не пригодилось. Но нам пригодилось время провождения и нахождения в университете, общение с учителями, выступление на сценах. Вот почему я люблю болтать? Потому что в университете я ходила в театральный куржок, я выступала в КВН, потом я ведущей начала работать где-то как-то. То есть это школа жизни. В перманенте чемпионаты, конгрессы — это школа жизни и твой рост, в котором ты находишься и впитываешь что-то новое для себя. Я на конференциях нахожу новых учителей для себя, к которым я прихожу и что-то у них беру. Например, когда мы были на конференции во Вьетнаме, я прошла обучение у Павла по ореолам. То есть, ну, все вот эти моменты, они именно для жизненного опыта. Вот только так. Вот добавочная стоимость мастера, его услуг формируется в том числе из-за его жизненного опыта. Конечно, абсолютно. И от жизненного опыта, и от его точки локации. У меня ценник в Краснодаре дешевле, в Москве дороже. А если бы, допустим, мы поставим московский ценник в Краснодаре, не пошли бы люди в Краснодаре? Пошли бы, но просто их было бы меньше, потому что все-таки, будем откровенны, есть здравая оценка. Ну, вот смотри, если есть два классных мастера, мастера в Краснодаре. Помимо меня, в Краснодаре еще очень много хороших мастеров, которые, опять же, люди смотрят на то, сколько лет ты в профессии, которые дольше меня в три-четыре раза. И у них тоже студии, и они тоже спикеры, они тоже выступают. И у них стоимость. Я должна все-таки работать демпинг. Помнишь, я тебе говорила? Я должна не выбиваться сильно из этой колеи, сильно выбиваться нельзя, иначе... Ну, я здравый человек. Я не пошла бы просто к Юле, которая круто работает, выступает спикер-судья, но у нее в три раза дороже. Ну, что за бред? Ну, зачем? Она мне что там покажет? Я не знаю, что она мне там научит. Это классно и здорово, но здравый смысл никто не отменял. Я не хочу... Хорошо, мы получили хорошую базу, проработали свои страхи. Психолога стоит как проработать? Нет, конечно. Если у тебя хороший мастер-наставник, который тебя обучает базе, он тебе однозначно и уверенность в себе подарит. Он тебе расскажет, что как должно быть и будет тебя поддерживать в начале твоего пути. Хорошо, что еще делают, не делают мастера, чтобы зайти на пьедестал мастера? Однозначно экономят на качестве своих работ в плане подачи. Про фотографию ты говорил. То есть ни в коем случае не нужно фотошопить свои работы, изменять форму, изменять цвет. Но вкусная, красивая картинка, контент, ее никто не отменял. И многие клиенты, они все-таки на это ну прям ведутся. Они прям... Вот иногда ко мне приходят девочки, показывают крутую работу, красивую. Я, говорит, вот так хочу. А я понимаю, что это фотошоп, ну так не будет. Ну будет по-другому. Ты объясняешь человеку, и он уже спускается на землю и понимает, да? То есть нужно вот какую-то золотую серединку найти и все-таки найти в начале пути ретушера. Потому что даже мои страшные работы, которые я выкладывала в начале, самая первая моя работа, она уже с ретушером. То есть я просто плачу 300 рублей за фотографию, мне красиво, вкусно, это все подают, я это выставляю. Ну и плюс ко всему видео. Естественно, тоже транслирую, где я красиво, аккуратно снимаю, то есть все должно быть здорово. Не нужно экономить на том, на чем экономить не надо. Это не такие большие деньги. Ты выставил красивую фотографию, она тебе окупилась в 10 тысяч раз, потому что на нее, на нее посмотрит очень много людей, кто-то ее перешлет кому-то. Поэтому выставляем красивые работы, обращаемся к ретушеру. Это раз. Затем, когда вы в самом начале пути прорабатываете побольше моделей, приглашаете больше людей, которые готовы сделать процедуру недорого, и тем не менее вы набьете уже, свою ручку, это для вас будет плюс. И человек немного заплатил, и вы хорошо отработали. Что еще? Убеждения, может быть, какие-то человек думает о том, что, не знаю, там, машинка решает, бренд машинки, бренд перманента. Я специально работаю на всех конференциях, где бы я ни выступала. Я всегда беру с собой машинку простую, стоимостью за 7000 рублей. У меня есть классные, крутые машинки. Я уже приобрела себе, естественно, хорошие, дорогостоящие. Они, не скажу, что сильно отличаются от эконом-сегмента машинок. Но можно выполнить свою работу и на обычной машинке. У меня на базе девочки получают в подарок машинку. И эта машинка, ну, обычная маста, многие на ней работают. Вот. Поэтому качество работы от машинки глобально не отличается. Здесь главное просто научиться правильно работать, научиться работать в том слое кожи. Нужно научиться подбирать грамотно для каждой кожи, для каждого возраста иголочки. Их у нас очень много, да, размеров, размерный ряд. То есть, мы должны понимать, какие конфигурации, на какие машинки. Очень немаловажна тоже скорость машинки, как мы работаем. Нужно тоже это отточить, потому что мне часто задают вопрос, я выставляю какие-то работы или где-то на конференциях, когда показ какой-то девчонки, мастера, да, и мальчишки, у нас уже мальчишки тоже есть. Задают вопросы, а какая у вас скорость? Нет понимания, какая у меня скорость. Кто-то скажет, ну, мы же работаем, вот у меня такая же машинка, как у вас, скажите, какая у вас скорость, я буду тоже так круто работать. У тебя не будет так получаться, потому что мои движения от твоих будут отличаться, даже если мы будем работать на одной машинке, на одной скорости, на одной иголке, на одном пигменте и на одной и той же модели, даже одну и ту же зону мы будем делать это будет разная работа потому что я быстро двигают ты чуть медленнее у меня наклон такой у тебя все равно хочешь не хочешь он будет чуть-чуть другой то здесь все индивидуально нужно просто под себя это отработать но базовые знания не должны присутствовать однозначно повторюсь которые ты должен получить на базе все идет от самого начала переучиться сложнее чем научиться идеально с нуля вот конкретно твой клиент как мастеру вырастить клиента должен ли мастер меняться вместе с клиентом то есть вот ты менялась как-то сама и замечала ли параллели между тем какая ты каких тебе приходят девушки на процедуры ну как машинка вот допустим сначала подъезжали тебе девушки на марш на марч на гелики теперь на геликах подъезжают с охраной но есть же такой момент конечно и об этом и об этом тоже нужно сказать потому что это важно почему значимость конгрессов и чемпионатов очень высока в мире перманента потому что чем больше ты мастер известный это логично тем больше у тебя клиентов которые платежеспособные которые медийны поэтому не нужно сидеть и ждать годами а вот я сейчас начну делать классные брови классные губы начну делать и вот тогда пойду на чемпионат нет ты должен пойти на чемпионат как только ты взял машинку в руки вот ты взяла машинку в руки прошло две недели записывайся на чемпионат который будет через месяц через два иди и набей свои шишки у меня девочка одна была ученица она отучилась и пошла через неделю вот она неделю в профессии пошла я вообще отучилась зоне я делала губы-брови межресничку стрелку не умела я прошла обучению прекрасно иры щербаковой это была моя первая наставница и через два дня я пошла на чемпионат чтобы отрабатывать стрелку и выступить в чемпионате было я участвую на чемпионате второй раз работая на этой зоне понимаешь и да я знала изначально что ну как бы сто пудов там не будет никакого первого места но зато я заняла его далеко не последнее не первое не последнее даже не в середине а ближе к началу это был прошлогодний интер то есть это имеет место быть ты должен сам набить свои шишки и не растягивать это на года чем быстрее ты начнешь делиться своими знаниями с миром тем больше к тебе будет приходить другой информации и ты уже сам будешь понимать что ты делаешь не так если взять сейчас мое обучение которое я провела первое обучать я начала уже через в общем я научилась перманенту прошло четыре месяца как я была мастером перманента и ко мне обратилась девочка а научи меня я тоже хочу я говорю слушай но я сама только научилась там три месяца прошло да а я уже спикером выступить успела вот она не будет обучи я буду хорошо давай я села сама составила из того что я знаю методические пособия мы прошли три дня обучения я и рассказала что я знаю конечно это было не идеальное обучение и я знаю что я сделала не так но все мои последующие обучение они меняются и с каждым обучением которое я провожу она все лучше лучше и лучше раньше у меня была методичка 30 листов сейчас она больше ста понимаешь то есть когда-то это я думала что в 30 листов можно уложиться сейчас нет и я считаю что самое главное это действительно отсутствие страха в нашей профессии нужно просто брать и делать нет времени на раздумья давай вот будем скажем так завершать наш подкаст темой конференции ты уже сказал что это очень важно что-то дает тебе лично помимо того что о тебе узнают другие мастера что ты получишь какой-то опыт медийность нарастет получится на тебя подписываются мастера другие или как это влияет вообще на на тебя внутри наполняет или у тебя это знаешь дух такой соревновательной вот как будто бы ты хочешь доказать всем что вот я такая как бы могу да нужно это каждому человеку конечно же нет у меня есть ученики которые с запросом что я просто хочу хорошо работать зарабатывать меня муж мне муж не отпустит я не хочу эти чемпионаты конгрессы потому что это это на самом деле по времени очень затратно ведь все эти мероприятия они проходят не в одном каком-то месте это разные страны это разные города в основном у нас профессии девочки девочки это мамочки у них детки не по одному это обязанности супруги там домохозяйки и очень мало понимающих мужей которые могут отпустить тебя там улететь у меня один раз был трип когда я уехала в сочи и сочи в москву это все вот в течение двух недель две недели сочи москва катар москва каир москва сочи краснодар это все вот в две недели надо было уложиться но для мужчины которые с тобой это тяжковато да потому что ну зачем как бы сложно здесь уже вопрос именно в том чего ты хочешь для меня это важно я не могу сидеть на месте я не могу закрыться в кабинете и просто работать я вообще сейчас обучила несколько девочек и они будут принимать моих клиентов и я знаю что они будут делать так как делаю я кто то кто хочет ко мне я буду присутствовать я буду принимать этих клиентов но больше я ухожу в сторону наставничество подготовка к чемпионатам обучение путешествия выступления мастер-классы мне это дает энергию плюс мне это дает приток клиентов однозначно девочки которые не хотят заниматься спикерством наставничеством обучением окей не проблема вы можете хорошо зарабатывать у себя в кабинете сколько мы уже не мы уже ждем сказать сначала подкаста сумму ну давай разложим на математику давай давай ну что делать но у него нужно же дать жару в конце смотри давай посчитаем мои деньги можем и твои можем мастер гипотетического мне не жалко чего уж там господи открываю и п так тинькофф налоговая вошла в чат да а вы не делайте такие отчисления но на самом деле профессия прибыльная как я уже сказала затрат немного как немного кабинета материал одноразовые всякие там штучки чай кофе немного немного богато свои причины если нет подожди если рассматривать с точки зрения себестоимости это недорого на одного клиента недорого смотри значит мы приобретаем что для одного клиента ну что у нас машинка она же не одноразовая не одноразовая дорогую машинку покупать не нужно 7000 блок 3 10 тысяч машинка работа ей год два три она вообще идеально подойдет для любой зоны стандартные нарисуйте нам пожалуйста не в том бюджет да где у нас пойдут циферки вот иголочка шапочка не знаю чуть-чуть пигментика да это все выльется ну давайте округлим окей полторы тысячи рублей 2000 пусть будет себестоимость 2000 рублей на процедуру процедура стоит 10000 рублей 15000 рублей это нормальная стоимость пусть у кого-то будет 7 8 все равно 50 процентов ты уже заработал такой все больше но я просто иду по минимуму да сколько в день ты можешь принять клиентов комфортно для меня это 4 ну вот честно я не люблю когда кто-то говорит ой я принимаю 8 человек в день да ну ребят ну 8 человек ты потом просто у тебя вот тут вот я тоже принимаю 8 человек в день иногда бывает и больше но это день с 8 утра до 12 ночи чтобы отработать и не просто отработать сделал и вы выпихнул ногой ты должен с каждым клиентом отработать комфортно для себя и для клиента чтобы она легла и рассказала тебе как у нее прошел день как поживает ее собака как она там съездила отдохнуть то есть connect должен быть с человеком они просто выпихнули поэтому для меня комфортно 45 человек в день это если возьмем давай не по московским меркам 15 а давай возьмем по краснодарским потому что я уверен что здесь просматривают и не только москвичи да а там стоимость поменьше возьмем 10 тысяч рублей да даже давай возьмем 7 тысяч рублей но только я гуманитарий 7 умножить на 5 сколько будет 35 молодец 35 тысяч в день давай пять тысяч выкинем на затраты ну да мы же за мы же сняли студию пусть это будет каворкинг они твоя студия тебе не кушетку не свет покупать не надо 5000 в день за каворкинг никто не отдает каворкинг стоит 3000 хороший каворкинг три тысячи день стоит наверно в москве 3 тысячи стоит нужно же понять чтобы клиент который пришел к тебе за 15 там за действия чтобы ему было комфортно в этой истории тысячи рублей стоит аренда хорошей офигенной студии 10000 рублей стоит москва сити аренда супер хорошо даже если ты 10000 10000 за день ты отдал за день 10000 аренды это москва сити мы рассматриваем да и заработал так тогда извините меня тогда не 35 ты заработал потому что ты же москва сити извините 15000 положите за процедурку а 15000 на 5 сколько будет 1575 5 процедур 75 ты понимаешь сколько можно заработать это же круто можно заработать но есть момент обработать клиента принять заявку до его образовать довести по воронке до процедуры ну это уж прям сильно ты сейчас тут банковскую структуру стратегию да я работала с девочкам бизнес он работает как-то иначе да бизнес девочек он другой ой круто классно хочу такие брови и вот такие губы цвета же мне нравится скидочка будет будет окей здесь все проще а стоит ли делать скидки вообще смотрим мы сейчас вспомним еще вспомним малевича до который рассказывает что мы растем только вверх и он однозначно прав однозначно прав скидки делать можно я считаю что можно кто-то со мной не согласится но конечно же круто когда ты растешь вверх и когда ты растешь вверх сейчас вспомним рынок детство я из обычной семьи одевалась в школу на рынке это нормально абсолютно мы значит ходили и везде тут одна цена тут другая цена помнишь как на рынке ты вообще был на рынке конечно одевался конечно из омска вот ну круто есть краснодара до карту карта нач поехали понимаешь и как это происходит ты подходишь к одной тете она тебе говорит 5000 рублей к другой подходишь на 4 тысячи рублей ты пойдешь куда где дешевле или где дороже ну тогда и подруги дешевле потому что рынок все одно и то же да то есть скидку можно делать окей а когда ты едешь в москва-сити делать процедуру нужны там скидки или нет конечно нет понимаешь здесь все зависит от того где ты делаешь эту процедуру и кто делает эту процедуру и кому делают эту процедуру все сопоставляющие они важны и ты как мастер растешь 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 цена твоя увеличивается на твои процедуры и ты уже с высоты твоей цены можешь позволить себе чуть-чуть сделать скидку потому что ты же все равно в плюсе ты как начинал за копейки а сейчас того го сколько делаешь почему бы нет и опять же скидка она должна быть она должна быть крутой не просто так сегодня у нас все по три завтра нас все по пять нет прийди на процедуру с подругой получи скидкой 30 процентов понимаешь сделать две зоны получи скидку на вторую зону то есть ты делаешь скидку но при этом ты не царя не теряешь свою первую стоимость от процедуры это обслужит уже конечно здесь просто логика с этой точки зрения мне легче работать потому что были все вот эти возможные воронки продаж инвестиционные продукты там и вся вот эта движуха именно с точки зрения банковской системы когда нам ждать сеть твоих студий по всему миру цель такая есть амбиции отвечу конечно конечно на грится есть сейчас еще инвестора не нет ничего нет у меня через два месяца открытие открытие студии да и кстати у нас есть хорошая новость но если успеет выйти этот ролик мы с ханнафи уже обсудили этот момент мы хотим в краснодаре сделать день открытых дверей пригласить наших спикеров со всего мира к нам в краснодар потому что вот именно в этой локации пока пока я туда не добралась потому что я раньше жила стабильно только в москве я родилась краснодаре переехала москву здесь начала свой путь в мире перманента и сейчас я работаю и в москве и в краснодаре месяц здесь месяц там месяц здесь месяц там и вот мы будем сейчас в краснодаре делать такой интересный день открытых дверей где будут наши продукты ханнафи мастер-классы этот как раз таки для тех кто не может поехать в москву но хочет посмотреть на спикеров которые выступают по всему миру они сами приедут в краснодар будем ждать этого замечательного события дата она служит пока не знаем из того что у нас мастер-классы выездные и нам нужно это все как-то согласовать скажи пожалуйста как ты попала ханафи то есть как-то попала в наш дом дом перманент дом перманент история наверное стандартная для многих мастеров потому что есть один такой у нас человек в ханафи вот вот этот который ходит и вот на конференциях там выслеживает этих хороших интересных перспективных мастеров и покажем так да и танцует это наш мохаммед я в профессии было недолго всего лишь полгода на тот момент и я уже приехала то есть я полгода в профессии и я уже записалась выступить на спикерство я еще помню что я немножко немножко обманула организаторов и сказала что я уже долго в профессии прислала свои работы потому что чтобы выступить там ну надо было что я какой-то срок был да они не стали проверять они посмотрели мою страницу а я каждый день через день выставляла работа они же естественно красивые вела 150 у меня стори тейлинг просто не знаю огромный поток информации я прям раскручила прям горела мне так интересно было это все в начале пути сейчас не меньше между прочим и они не стали проверять не запросили у меня сертификат прохождение базы и кстати когда в чемпионате участвовала тоже сказала что долго в профессии и первый свой чемпионат я участвовала в профи хотя у меня срок был полгода это был global permanent скрывать нечего я на тот момент была в профессии всего лишь там полгодика и меня записали на участие в правку я соревновалась с теми кто уже от двух лет для меня это было важно потому что я хотела у меня цель была не выиграть у меня цель была понять что я могу вообще это интересная задумка многие едут за победой мне было вот просто интересно приехала участвовать выступаю в зоне нон-стоп и ко мне подошел я участвовала на как я не помню на каких пигментах я работала но ко мне подошел мухаммед и мы с ним познакомились я вещала про брови по моему рассказывал что такое уже не помню он мне предложил попробовать продукт ханафи потому что я на тот момент не знала еще что такое есть потому что была далека от всех тонкости перманента база у меня была немасштабная я сказала что я попробую пигменты по работу и потом вам дам обратную связь прошло еще прошел еще наверное год меньше года где-то так где-то так прошло я уже начала участвовать во всевозможных мероприятиях где-то показательные какие-то выступления то есть я просто приобретала именно зоны нон-стоп естественно никакого судейства никакого вообще присутствие на основной сцене у меня не было но мне очень безумно этого хотелось очень хотелось я прям видел как я стою на этой сцене что-то рассказывает даже так круто это так классно и значит когда я приехала в том году на интер я выступала в зоне нон-стоп вокруг меня собралось очень много людей потому что я просто говорила возле меня сначала не было никого но я делала процедуру и просто говорила на это начали сходиться люди и это было реально очень круто и я сейчас когда говорю девчонкам у меня есть курс подготовка к чемпионату есть курс наставничество когда вы идете выступать в зону нон-стоп пожалуйста не молчите очень грустно смотреть на мастера который выступает и просто делает молча процедуру это твой дебют это твое шоу ты должна выступить так чтобы все охренели от качества твоей работы и от подачи ты должна говорить интересно и значит я начинаю рассказывать что так одушевленно прям рассказываю я беру это я беру то естественно я брала пигменты хана фи уже на тот момент но я не состояла в противе мне просто нравилось как выглядят губы именно на этих пигментах ко мне подошел мухаммед ко мне подошли его операторы там что-то начали снимать так так тут интересно снимите начали все снимать и потом после моего выступления он ко мне подошел предложил стать частью команды пригласила в офис в студию то есть ну в общем было очень интересно и здорово и и сказал можно выступить на нашем канале ты интересно рассказываешь можно выступить и тут я думаю да ладно я буду на канале но это круто то есть я просто пришла выступить в зону нон-стоп и после этого у меня открылись определенные возможности я познакомилась с определенными спикерами которые меня видя как я выступаю в нон-стоп пригласили в свои чемпионаты куда я потом на ближайший год запланировала себе выступление поездки каждое мероприятие каждый конгресс это твои возможности вот и потом уже буквально не знаю и потом все как во сне буквально полгода и за эти полгода я уже и во вьетнам полетела меня пригласили в судейство сразу у меня первое мое судейство было не в россии она была именно во вьетнаме там организатор был кевин ли и ему отправили всевозможные варианты спикеров и он выбрал почему-то меня и пригласил вот это было очень круто масштабно там было очень много стран там было очень много участников по моему тысяча тысяча участников представляешь столько кушеток я на это все смотрела и думала вот это круто вот это здорово ну действительно это очень масштабно и когда у тебя такой крутой старт тебе конечно проще уже прийти сюда куда-то в судейство да вот в этом году я на интере было это же после этого мероприятия у меня плюс 3 плюс 3 площадки где я буду участвовать в этом году как спикеры как судья то есть ко мне подошли на конгрессе организаторы и пригласили а в против собственно я попала вот вот таким вот путем ничего особенного но тем не менее для вас это должно быть важно не бойтесь и едьте на конгресс и едьте на чемпионаты это ваши возможности как быстро летит время мы бы только на общались и общались скажи пожалуйста да какой-то вот рекап для тех кто хочет повторить твой путь либо добиться и вообще тебя делает профессия счастливым человеком ты что безумно я вообще мне кажется сейчас после нашего интервью ты просто обязан начать заниматься перманентом зрители зрители должен взять иголочку начать слушайте безусловно я даже не знаю я даже не знаю с чего начать как что-то свободу я свободный человек ты понимаешь я всю свою сознательную жизнь после университета работала на какого-то дядю точнее я знаю это же банк втб он государственный хороший дядя дай бог ему здоровья это ротенберге нет банк все хорошо того самого нашего главного вот понимаешь ты когда всю жизнь каких-то рамках когда тебе говорят что ты должен делать и как ты должен делать это немножко бьет по твоей самооценке это немножко бьет по твоему карману также я ездила два раза в год в отпуск сейчас я могу три страны взять и знаешь как я сейчас отпуск выбираю так мне нравится италия вот недавно у меня был разговор мне нравится италия я не хочу просто поехать в италию отдохнуть я хочу поехать в италию поработать заработать денег и отдохнуть еще в италии понимаешь у меня вообще минусов нет ну на самом деле мой график он легкий за исключением клиентских дней или трудных обучений потому что я все-таки трудоголик на самом деле можно подумать я так классно живу кайфую да это так все хорошо но я очень сильно тоже устаю но моя усталость она другая понимаешь если когда я работала в банке это была усталость неприятная от того что ко мне приходили люди с которыми я должна была работать и я не могла сказать я не буду с вами работать и кстати мы с тобой не закончили тему по договору в банке договор один а у тебя договор другой там я не могу отказать там я должна принять каждого клиента а здесь если мне не нравится клиент мне не нравится его энергетика мне не нравится его общение я не буду работать с клиентом только из-за того что он не принесет денег нет я не хочу работать так я буду работать только с тем но это уже это не это знаешь это наверное больше не про начало пути в начале пути чуть-чуть конечно надо быть таким вот гибким где-то промолчать где-то принять клиента когда тебе не хочется принять выйти тогда когда тебе неудобно но этот начало пути хочешь не хочешь ты должен набить руку через год ты уже можешь корону чуть-чуть так это на место поправить и начать принимать клиентов так как тебе удобно сделать себе отпуск сделать себе выходные и насчет материальной составляющим ты легко можешь на это заработать главное желание вот и все и отсутствие страха и отсутствие страха без этого как вообще не надо ничего бояться ну как-нибудь волшебная таблетка через медитация нет ничего волшебная таблетка мы всегда хотим знаешь но многие хотят чтобы все было легко и просто желание желание усилия вера в себя повторюсь волшебной таблетки нет абсолютно никто за тебя не возьмет машинку и не начнет работать если вы думаете что вы купите какой-нибудь курса и вам там скажут какие-то волшебные три слова и у вас попрут клиенты ну нет реклама должна быть вложение должны быть ваше дело то есть это тоже затраты он мне мне сайт обошелся порядка ста тысяч понимаешь но сайт я сделала не в первый день работы сайт я сделала когда поняла что я не справляюсь с клиентами мне нужно чтобы кнопочка была где они сами могут зайти посмотреть и все заказать сотрудников я начала брать не с первого дня я все делала сама даже обучение проводила сама без ассистента сейчас у меня есть ассистент на обучениях сейчас у меня есть сайт есть администратор на удаленке пока я с вами общаюсь она записывает клиентов она с ними общается то есть с учениками в онлайнах у нее есть доступ она тоже с ними на онлайне все постепенно только так и главное быстро быстро не раз все постепенно но быстро но ты посмотри три года это ведь быстро но постепенно понимаешь нужно просто наверное сказать о том что нужно разложить что у тебя будет в первым в первом списке что во втором что в третьем в первом однозначно у тебя будет это наработать качество работ принимаем много клиентов отрабатываем свою технику работаем за небольшую стоимость но это для вас очень важно по другому никак затем уже постепенно отрабатываем именно себя как мастера увеличиваем свой чек повышаем свои знания присутствуя на всевозможных мероприятиях если это позволяет ваша семейный бюджет и ваше вообще семейное время мы даже вложения получают конечно вложен даются на всегда чем больше денежек ты вложил тем больше денег ты заработал но это должно быть рационально ни в коем случае не нужно кидаться на все вот эти онлайн-курсы на всевозможные какие-то конференции которые стоят кучу денег нет нужно все делать взвешено взвешено размеренно но в ускоренном формате то есть все должно быть логично понимаешь все идет от базы однозначно спасибо большое это было очень приятно интервью надеюсь наши дорогие зрители в этот момент уже просто них машинки дымятся дай бог да и они готовы просто бежать разрывать данный мир делать красоту я искренне вам дорогие этого желаю пожалуйста ничего не бойтесь верьте в себя и все у вас получится